Четвертый год подряд 11 августа в 11 часов дня без каких-либо напоминаний. Жители Троицка-Харциска приходят на место гибели четверых бойцов подразделения Плот. Оборонявших поселок летом 2014-го. Позиции украинских частей находились тогда в соседней Покровке. Соколице этого села 4 года назад, 11 августа, как раз за час до полудня, и был произведен тот роковой выстрел из танковой пушки, унесший жизни четырех героев. В первую годовщину трагедии на окраине Троицка-Харциска рядом с бывшей боевой позицией бойцов Аплота был установлен памятный обелиск. Возле него в минувшую субботу почтить память павших вновь собрались сослуживцы, родные и близкие героев. С того момента, как только к нам пришел мир в поселок, мы с того момента дали слово каждый год 11 августа в 11 часов собираться здесь, чтить память, встречаться с их родными. И это уже наша традиция. Выступавшие на митинге троичане, руководители администрации соседних городов выражали соболезнования семьям погибших, вспоминали о бойцах, отдавших свои жизни в борьбе за свои идеалы. Много раз сказать не смогу, потому как знакомы мы были совсем немного. Мы только приехали сюда с Иловайского усиления, с моим боевым товарищем. Хлопцы зашли с Шахтерска к нам на помощь Иловайск. Буквально пару дней мы были знакомы, и на третий день случилось это ужасное событие. Неожиданно, очень неожиданно, очень было это непредсказуемо для нас. Только разложились, только начали оборудовать позиции, только обзнакомились, наладили кухню полевую. Хлопцы стояли здесь, охраняли зенитку, и в эту зенитку попал танковый вражеский снаряд. Мгновенно все четверо погибли. Сказать, что они были мужественные, это не сказать ничего. В то время с ружьем охотничаем на перевес, идти против танка, это не мужество, это мужество в Кубе. Пришедшим на митинг ветеранам боев 2014 года были вручены грамоты за стойкость, мужество и отвагу, проявленную в боях за Иловайск. В память о товарищах, погибших за свободу и независимость республики, участники митинга склонили головы в минуте молчания и возложили цветы к подножью монумента. В Донецке прошло совещание по продовольственной безопасности ДНР, в котором приняли участие руководители профильных министерств и ведомств, а также представители сельхозпредприятий республики. Подводя итоги встречи, заместитель председателя Совета министров ДНР Александр Тимофеев дезавуировал информацию Министерства агропромполитики и продовольствия о предполагаемом повышении цен на продукты питания. Мы можем действительно сказать, что урожай собран в этом году ниже, чем в том году, но на это есть объективные причины за сухая первая половина лета. Но это не ведет к повышению цены на готовую продукцию. Роста цен не предусмотрено. Тот объем урожая зерновых, который в республике собран, его гарантированно хватит для нужд ДНР. Вполне может быть, мы недополучим валютную выручку в результате продажи зерна за пределы ДНР. Но этого зерна достаточно, повторю, достаточно, для того, чтобы в ДНР не было проблем с продовольствием. И не предусматривается пересмотр цен на готовую продукцию в виде хлебобулочных изделий. А по поводу заявления отдельных министерств, хотелось бы сказать, что считаю недопустимым со стороны исполнительной власти давать некорректную информацию и будоражить население без повода. Потому что информация, которая была предоставлена МИНА ПП, она, мягко говоря, неправдивая. Словно и не было никакой диверсии. На въезде в Иловайск снова установлен памятный знак в виде медали «За оборону Иловайска». В 2016 году приказом Министерства обороны ДНР такой медалью были награждены жители Иловайска. В августе 2017 года увеличенная копия государственной награды была установлена на въезде в город. Этот факт, разумеется, нашел отражение в одном из наших выпусков новостей. Эта медаль за номером 001, приказ Министерства обороны, отдельный именно жителям, не участникам боевых действий, а тех, кто остался, помогал. И теперь на трассе Ростовской на въезде в город Иловайск сделана копия этой медали, которая все проезжающие, и наши жители будут знать, что вот такие боевые события здесь происходили. Памятный знак был изготовлен из легкого, но прочного композитного материала и стоял бы до сих пор, если б не диверсия. Напомним, полтора месяца назад, 27 июня, в 22 часа 40 минут, монумент был взорван. По данному факту ведется следствие. Администрация города Железнодорожников перелеснула эту страницу истории, восстановив облик памятного места. Нам в установке этого памятного знака, в приобретении и изготовлении помогли люди из Москвы. Пока я их называть не буду. Дата торжественного открытия состоится в конце августа. Там будут названы именно те, кто нам помог это сделать, и люди, которые помогли нам в приобретении, в изготовлении этой памятной медали, будут здесь. Они вам подробно все расскажут. Остались в прошлом кровопролитные события августа 2014 года. О тех днях, когда враг был выбит из города, будет напоминать двухметровая копия медали за оборону Иловайска. Единственное техническое задание было восстановить прежний облик. Но еще сейчас проводятся работы по установке камеры наблюдения за этим местом. Накануне нового учебного года родителей школьников волнует непростой вопрос. Надо ли покупать детям школьную форму? О ее обязательном введении не раз говорили на разных уровнях, в том числе и в СМИ ДНР. 10 августа глава республики Александр Захарченко дал разъяснение по этому поводу. Суть их проста. В предстоящем учебном году родители сами решают, приобретать для своих детей школьную форму или подождать еще год в расчете на возможную господдержку. Мы с Министерством образования и науки рассматриваем программу, которая позволит первый раз профинансировать государством определенную часть формы. В этом году не надо заставлять школы и родителей вводить школьную форму. Это только по желанию родителей. Еще раз напоминаю, школьную форму мы будем вводить обязательно, но со следующего года, подчеркнул Александр Захарченко. 149 день рождения города, 95 лет со дня основания района и день строителя. Сразу три праздника в минувшие выходные отметили жители Амросиевки. Массовые гуляния развернулись на центральной площади города перед зданием местной администрации. Поскольку Амросиевский район известен в республике как сельскохозяйственный, то и приветствовали гостей праздника согласно деревенским традициям – хлебом и солью. Самых маленьких участников мероприятия угощали с добой. Отдав дань традициям и угощениям, собравшийся на площади народ вскоре дружно переключил свое внимание на главную сцену, где ровно в 17.00 стартовала официальная часть мероприятия. Сегодня 95 лет району. У нас дата посолиднее. 149 лет со дня образования города Амросиевки. Я всех поздравляю с этой датой. Всем семьям желаю успеха, здоровья. Примите самые искренние поздравления от города Харцинска, Амросиевскому району и городу Амросиевка. В связи с вашим праздником большим. Добра, процветания, мира. С праздником, дорогие друзья. От имени органов юстиции за содействие, которое оказывается непосредственно органам, награждается медалью глава Амросиевского района Тарасенко Николай Николаевич. По традиции в день рождения города и района чествовали предпринимателей и гуманитариев, чиновников и общественников, в общем, всех тех, кто внес существенный вклад в развитие Амросиевки и ее окрестностей. Главным подарком для жителей и гостей праздника стало выступление артистов Донецкой государственной академической филармонии. Живой звук, профессиональный вокал и безупречные интонации филармонического оркестра, безусловно, стали настоящим украшением праздника. А зарубежные и отечественные хиты 80-х-90-х в исполнении прославленного коллектива смогли поднять настроение даже самым требовательным ценителям прекрасного. Жителям города Амросиевки процветание, удачи, чтобы не было войны, всего-всего-всего, что пожелают люди. Терпение, ждать, пока все наладится, я думаю, все будет хорошо. Мира и процветание. Было получше, побольше рабочих мест, ну, чтобы наконец-то закончилась война. Процветание города, хороших эмоций на сегодняшнем празднике, всего самого хорошего. Народные гуляния на главной площади Амросиевки продлились до позднего вечера. Завершилась праздничная отряда фейерверком и дискотекой для молодежи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин